Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала определим следующий момент. Какой именно диалог вы хотите выстроить со своими родителями? Конкретно. Какого диалога вы хотите? Видите ли, ваши родители имеют, в общем-то, чёткую позицию свою, они имеют чёткую позицию, они чётко знают, как и что делать, они знают, что им хочется, ну вот, у них есть своё представление о счастье и так далее. Но, за счёт вас, они пытаются компенсировать какие-то свои, видимо, неудовлетворённости. И, началось это с того, что, значит, они называли вашего молодого человека медлительным, а продолжилось это теперь тем, что они, по сути, хотят отговорить вас от свадьбы. То есть, родители, что-то вам нужно понять, да? Родители, здесь, они преследуют, как бы, свои цели. Это неплохо и нехорошо, что-то они делают, просто они вот, ну вот, вот они такие. И выстраивать диалог с ними, на мой взгляд, не то чтобы не нужно. Может быть и нужно, но делать это нужно не с целью им, например, что-то доказать, показать, объяснить, вот. А с целью, скорее, поставить в известность, например. Вот. То есть, чтобы они просто знали о том, что вот происходит то или иное, вот, с вами. И всё. В остальном пусть думают, как думают, пусть считают то, что считают. Это их исключительное право. Вот. Я не думаю, что вы сможете своих родителей переубедить, перевоспитать и так далее. Вот. У них есть своя позиция, и они на неё, на свою позицию имеют, в общем-то, полное право. Другое дело, другое дело, как это видится вам, наповесть, другое дело, вот задевает ли вас, например, то, что, ну вот, задевает, то, что они делают, то, что делает, например, ваша мама. Если их задевает, то это уже вопрос к вам, почему задевает, что задевает и так далее. Итак. Здравствуйте. Мне 30 лет, чуть больше года назад познакомилась с молодым человеком. Как познакомились, вы говорите, что он из другой страны. Это не так важно, а вот важно, как именно вы познакомились, что вас объединяет. Вот это вот, скорее, гораздо более важно. Вот. Если вы говорите, что вам 30 лет, да, то были ли у вас другие отношения до этого? Вот. Ну, до того, как вы встретились с этим мужчиной. Вот. Если были, то как они развивались эти отношения? Вот. Совершенно очевидно, да, что они складывались у вас не совсем удачно. Вот. Но только здесь, наверное, в том, чтобы понять из чего конкретно они складывались неудачно. Понимаете? То есть, как бы здесь, вот, ваши родители не приложили бы руку к этому, чтобы у вас отношения не складывались. Как бы родители, вот, судя по тому, что вы описываете, да, родители достаточно сильно вами дрожат. То есть, родители, они, как бы, ну, на мой взгляд, да, родители, они, как бы, могут опасаться, бояться, что вы уйдете, и они могут не хотеть того, чтобы вы уходили. Вот отсюда вся их, собственно, и такая модель поведения. Вот. Поэтому, я думаю, что выяснить данный аспект очень, очень даже нужно. Дальше. Отношения развивались постепенно и правильно. Ну, то, что постепенно, это понятно, а вот как правильно отношения развивались, это, конечно, интересно. Как интересно и то, а как отношения могут развиваться неправильно. Саратов, отношения всегда развиваются так, как хотят люди. Вот. И я думаю, что вот то, что вы одобряете такие отношения, да, то, что вы говорите, что отношения выстраивались правильно. Это вот может тоже идти у вас от родителей, как раз, и тоже может искусственно, искусственно ограничивать перечень ваших действий, которые вы могли бы принять в той или иной, ну, в том или ином случае, в той или иной ситуации. Вот. Дальше идем. Так, на годовщине он сделал мне предложение, я согласился. Он из другой страны, и мы решили зарегистрировать брак у него, после сделать торжество и церковную регистрацию в России. Ну, здесь опять же, да, здесь такой момент, то, что если вы решаете все вместе, если вы делаете какие-то вещи вместе, если вы действуете сообща, то это замечательно, это супер, это великолепно, вот. И опять же, да, могут не одобрять родители ваши, ну, того, что вы делаете. Могут родители не одобрять. Но, почему это должно задевать вас? Дальше. Когда мы встречались, мама часто была недовольна его медлительностью, она считала, что ему со мной повезло, и он должен был сделать предложение сразу. Ну хорошо, но она так считает, допустим. А как считаете вы в этой ситуации? Ну, то есть, вот, тот, кто считает она, это понятно. А вы как считаете? То есть, понимаете ли вы, что мама может считать вообще что-то угодно. Совершенно, вообще не важно, не важно, что она считает. Это же ваша жизнь, ваша жизнь. Это ваша свадьба, ваша свадьба. Ну, так и... Причём здесь то, что считает ваша мама. То есть, как вас задевает то, что она что-то считает? Как вас это задевает? Как вас это, может быть, напрягает, может быть, расстраивает? Может быть, вы хотели бы какой-то поддержки от неё, вот. То есть, чего вам хочется? Что вы не получаете, что вы недополучаете от неё? От поддержки мамы, например. От реакции мамы. Так, теперь, когда речь идет о свадьбе, родители вроде бы рады за меня, но на деле просят отводить мячание. Какая вам, Елена, вообще разница, рады за вас родители или нет? Если это ваша свадьба, родители могут быть не рады, родители могут сами не знать вообще, что они чувствуют, и родители сами могут испытывать достаточно такие, ну, противоречивые чувства. Вот. Я спросил, почему они хотят? Думают ли они этим можем развести? Соответственно, моя свадьба, это мой выбор, но лучше не спешить, не венчаться, а потом сложнее с разводом. То есть, прямо на вопрос они не отвечают, но имеют в виду то, что имеют. Ну да, они беспокоятся о том, что вы можете развести, потому что вы же в другой стране это делаете. Поэтому вполне вероятно, что их это беспокоит, и в данном случае это, скажем так, нормально. То есть, это обычное беспокойство родителей. То есть, да, может быть оно излишне навязчивое, может быть оно у вас излишне такое вот, знаете, высокомерное может быть, может быть. Но это всё не имеет значения, если вы уверены в том, что делаете. Вот. По сути. Если вы уверены в том, что вы делаете, то это всё не имеет вообще никакого значения, никакого смысла. Вот. А если вас задевает, если вас задевает то, что они говорят, то что они вас не поддерживают, то это вопрос к вам. Вот. Понимаете? Это вопрос к вам. Как вы реагируете на это? К этому добавилось то, что мой молодой человек хочет привести на свадьбу в свою семью. Мои родители решили, что всё это организуется только для его родителей, хотя это совсем не так. Ну, решили, решили. Ну, это люди вот такие эгоистичные или там нуждающиеся во внимании, или может быть им не уверенные в себе и так далее. То есть, они, поймите, скорее всего, всегда будут или будут недовольны, всегда, что бы вы ни делали. Как бы вы ни старались, они всегда будут недовольны, пока по итогу не добиться своего. Вот. А я думаю, что они хотят, ну вот, скорее всего, да, они хотят, значит, чтобы вы не выходили там. Им нужно, чтобы вы были рядом с ними. Вот. А может быть они в этом и не признаются никогда. Вот. Может быть. Ну, а я думаю, что, скорее всего, так. Вот. Дальше. Сейчас мама со мной не разговаривает, точнее, говорит обо всем, кроме свадьбы. Подскажите, как вы правильно выстроите диалог с родителями. Никак. Никак. Нормально разговаривать. Вы не разговаривайте. Просто занимайтесь, в своей жизни идите просто по, как вы выбрали, да, свой путь с этим человеком. Так и идите. Вот. Если вас, еще раз повторю, если вас, ваши родители как-то задевают, раздражают, вызывают негативные чувства и так далее, с этим можно будет доработать. Это, на самом деле, очень серьезно. Серьезно, потому что, как я уже сказал, это может, может, могло стать причиной того, почему у вас, вот, только в 330 лет, отношения. Хотя я уверен, что они были еще раньше, ну, отношения, я имею ввиду, у вас. Вот. Что значит какая-то история. Вот так. Родители пытаются с вами таким образом манипулировать, пытаются показать, что они недовольны, что им не нравится. А, значит, ну, что-то, вот, им что-то не нравится, а, их, а, что-то не выстраивает. Вот. И, и, и все. Понимаете? Вот это, кто-то не видится. Другое дело, что вы в себе не уверены, судя по всему. А, вот. Другое, другое дело, что вы в себе не уверены. Да, потому-то, потому-то, потому что, а, вы, вы, вы спрашиваете нас, может быть, я не, я не права. Да. Вот это, вот, вот, неуверенность, ваша, она, конечно, привозна. Потому что у вас семья, вы выходите замуж, а у вас, как бы, неуверенность такая. И в зависимости от родителей, и беспокоит вас то, как с ними выстроить диалог. Вот это вот действительно проблема, но это ваша проблема. То есть нужно отделить для начала вашу проблему от их проблемы. Их проблемы, пусть решают они, а вы решаете свою проблему. То есть вы решаете те проблемы, которые есть у вас. Да, то есть свои собственные трудности и так далее. Вот, если у вас есть. А за родителей беспокоиться не нужно. А если вас вот волнует их мнение, да, если вас беспокоит их мнение, то это, возможно, говорит о том, что вы с ним чересчур, чересчур привязаны. Вот. Но это корректируется. Это корректируется. Вот. Далее вы спрашиваете, возможно, я не права. В чем? В чем? То есть вот у вас, смотрите, у вас все должны развиваться правильно. То есть отношения должны развиваться правильно. Выстраивать диалог с родителями нужно правильно. Не всегда получается правильно. Не всегда. Бывают вещи, когда приходится действовать так, как ты считаешь, а не так, как правильно. И ваше вот это вот стремление к правильности, оно может вам на самом деле вредить. Вот. Поэтому я рекомендую вам стараться действовать неправильно, как вы действуете. сейчас, возможно. А я рекомендую вам действовать так, как хочется. И именно так, как хочется вам. Вот. Это, согласитесь, совсем, ну, совсем другая история. Вот. Ориентироваться на свои желания, да, ориентироваться на свои потребности. На свои ценности у конфликантов, на свои чувства. Это то, что действительно нужно вам делать. Вот. А не то, что вы делаете сейчас, сейчас. Понимаете? Я понимаю, что вы, может быть, хотите, вы хотите одобрение родителей, но одобрение вы не получите в любом случае. Потому что у них есть своя четкая линия, у них есть своя четкая позиция. Вот. И от нее они, скорее всего, не откажутся. Пока не увидят, что вы действительно уверены в том, что делаете. Пока не увидят, что вы действительно, вот, настроены решительно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи.